ну что мой любимый павильон чай кофе уж не помню как в прошлом году я не был на этом мероприятии но в этом году масло вместе с чаем из кофе конечно так я быстренько пробежался там чай и кофе предложение меньше чем обычно опять же неизвестно как бы в прошлом кемирус о любимая моя экспозиция это тот самый чай чай со слоном наверное 36 36 знаменитый набор чая 15 минут 10 с мусорим ну вот он чайок который стал редкостью 2020 необходимо предоставить вот он густоске документы 36 подлежащие ветеринарные продукты прожитые прожитые в павильоне форум комната 110 вход в павильон форум со стороны павильона центральный из-за из-за покупателя стала сейчас только из-за и у вас в ассортименте написан чай атаман он чем отличается где не по глазам вот одинаково у нас начинается на длинские листья и продукты, которые производят нереально, что вы имеете ввиду Индонезию сейчас мы все сделаем по правилам вот эти наши самые ходовые пакеты как мы объясняли, классика я пытался вчера в Ашане найти, не нашел а нет, только синий должен быть вот этот должен стоять там тоже нет, вообще никакого нет ну жаль, жаль вот, смотрите это что-то нет а вообще у вас в Москве, Московская фабрика какая-то своя сеть магазинов есть в которой можно, и при фабрике даже нет при фабрике есть магазин по какому адресу? Боровая дома здесь прямо на пачке написано это где? а там метро какое? это Семеновская, Электрозаводская Электрозаводская? да я там бываю видите, это вот высший сорт а вот это уже идет классика первая сорт вот это высший вот это первый он мельче а вот это Асам в чистом виде Асам я покажу его в чистом виде вот это ниша как раз и будет в районе а почему называется Асам? не знаете? провинция Асам Даджилин, Даджилин, Асам это Даджилин, провинция Асам Асам собирают именно высоко горный чай высоко в горах Даджилин еще выше а это чуть-чуть пониже а Даджилин входил первоначально в рецептуру синего слона это смесь вот это Даджилин и Южная сорт вот он красный красная линия самая дорогая и премиальная получается вот так вот а это уже синий слон он вот так вот а вот это какой мелкий это вот это который ваш анис первый сорт и то вы если возьмете чай как определяете вы когда его трогаете если он у вас в руках совсем такой открытый не скрученный то есть вы его не чувствуете вот это уже совсем низкого качества а это да а это если вы возьмете вот так луками то вы почувствуете что он именно скрученный он именно скрученный но это покрупнее чем выше сорт тем крупнее фактура получается у них да тем он более скрученный должен быть скрученный именно не открытый чай такой пластинчатый а именно скрученный Ну да, там в технологии ферментации он происходит. Обязательно. Он собирается, завяливается лишнее облако из него входит, а то они его скручивают в роллерах, потом он идет только на ферментацию. Затем сушка и сортировка. Ну там по времени получается, что... Ну вот он, даржилинг, дает такую кислинку, да, при заваривании? Не кислинку. Не кислинку? Наоборот, аромат у него своеобразный. Кислинки не должно быть. Не должно быть? Нет, он должен быть ароматный. Вот этот аромат необыкновенный, да, не всем правда нравится. Вот этот аромат, но он очень. И потом... Всем не нравится пуэр. Пахнет вообще землей откровенно. Я не знаю. Ну люди пьют, сделали модной этой фичей, такой, как и стиль. Это вы пуэр веете туда-туда. Ну да, ну это же вообще нюхать тяжело, между нами говорят. Да, но кто проживает что-то? А он без него же не может. Чефир. Чефир. Они же его варят, фактически, ну, до кипячения доводят. Пуэр, когда заваривают. Он же не просто кипячен. Он не варит, он просто заварит. А вот мои друзья прям это... Заварят, наверное, варят. Прям чуть-чуть. Они еще и вообще-то так получается. Да, ну они прям бодрые такие, вообще караул. Вот, понятно. Ну, я не знаю, вот ИИН, по-моему, не попал там в этот, в антидопинговые, это самое вадо санкции, насколько я понимаю. То есть, он к запрещенным тоникам не относится. То есть, спортсменам пить можно любым. Пуэр? Нет, вот чай обычный. Пуэр, не знаю. Пуэр, может быть, и попал. И вот, собственно говоря, вот на вот этой улице, где у вас один-единственный получается при заводе магазин, в котором можно свежий чай вот такой купить все сорта. Да, спокойно можете, да. Метро Электрозаводская. Ага, понятно. А мы вам сейчас одну пачку дадим, на ней будет адрес. Давайте. А вот зеленый чай у вас в ассортименте тоже есть? Есть, но очень мало. Мало, да? Вообще, да. Ну, в магазине там можно купить крепость или селеный чай. Ну, а пакетированные, то есть, в принципе, это вообще не ваша тема, да? То есть, пакетик тоже делаете, да? Еще каждый день. А, давайте сделаем проще. Единственное, а сам в чистом виде мешает с сосудом, то есть, крепкий чай. Ну, вы меня, конечно, расстроили слегка. Мы-то готовили передачу о вот этих стратегических продуктах, которые там в войне, да, принимали участие. Мы, ну, и книги, я помню, читал там, и это в списках не значился и так далее. Они там пьют чай, все-таки пьют чай. Ну, это получается, что в тылу пили морковный суррогат какой-то, это там тоже в книгах есть. А на фронте, потому что снабжался, и у них там был чай и трофейный кофе. То есть, у немцев отбирали кофе. Ну, может. Да. А, по нашей фабрике, у нас есть даже бумажки, люди отправляли в подмосковье. Собирать Иван-чай, там, там, зверобой, да? Собирать Иван-чай, да. Придушиться в сентябре, отстанавливаться. Стрелать на фронтах? Не, я про музей тоже не знал. В интернете не нашел, просто не нашел. Макси. Надо будет съездить и пообщаться.